Приветствую вас, и проблема заключается в том, что вы по-прежнему противопоставляете себя своей сестре, по-прежнему здравствуйте себя с ней, по-прежнему воспринимаете ее как своего соперника, как противоборствующую сторону, тогда как в действительности это не совсем так. Сестра вас не ненавидит, она относится так ко всем, судя по всему это прямо вытекает из того, что вы пишете письме, она всех в силу своего эгоизма, в силу своего характера, значит, она всех стремится подчинить себе. Обычно потому, что считают, что все ей должны. Обычно люди эгоистичные, эгоцентричные, именно так себя и ведут. И в этом, к сожалению, для них нет ничего ненормального. Говоря об отношении к вам, лично к вам, то сестра относится к вам плохо именно потому, что вы младше. И когда вы родились, она поняла, сестра, что внимание теперь будет принадлежать не только ей полностью, но и вам точно. И она это не смогла вынести, она не смогла перенести. Она не может в принципе переносить, когда уделяют внимание кому-то, кроме нее. Она считает, что она центр вселенной, она считает, что она самая лучшая, самая красивая, самая умная и так далее и тому подобное. И она любит себя, она ценит себя, она считает себя лучше всех и защищает свои интересы. И да, она делает это очень плохо. Да, она прибавит палку, она вредит окружающим людям, она использует их. Но она защищает свои интересы. И именно потому у нее чисто внешне все немножко лучше, чем у вас. Но во-первых, что касается этой ситуации, то во-первых, вы видите только внешнюю сторону ее жизни. То есть ту, которую она выставляет на показ. И поскольку человек эгоистичный, поскольку человек очень сильно зависит от своего имиджа, от того, как он выглядит, то естественно она будет предлагать все силы для того, чтобы все, в том числе и вы, особенно вы, думали, что у нее все хорошо. Думали, что у нее все идеально. Она никогда не поделится с вами и с кем бы то ни было еще своими проблемами. Это факт. И этот факт связан с ее восприятием мира, его не переделать. Важно понять другое, что вы видите только вершину Айберга и не видите всего остального. Не видите, например, ее личных переживаний, не знаете, какие у нее отношения с мудрой. Да, вы видите, что он ее любит, честно внешне. Но не более того. Вы не можете залезть в нее голову и посмотреть, что она думает, что она боится и так далее. А страха там очень много. Потому что эгоистичные люди, они живут в постоянном страхе, что их бросит. Они живут в постоянном страхе, что их лишат внимания. Это очень незамедостаточные люди. И чему надо вам у нее поучить, отвечая на ваш вопрос относительно того, может быть вам стоит вести себя так же. Вести себя так же, в принципе, у вас не получится. Потому что, ну, вы уже достаточно сформировавшийся человек, чтобы менять свое поведение настолько кардинально. Не может не эгоист начать вести себя как эгоист вот прям по желанию. А эгоист не может начать всех любить по желанию. Просто потому, что так устроены люди. И вы не сможете при всем желании поменять свое поведение. Нет, конечно, вы можете изменить его внешне. Но ваш внутренний барьер, внутреннее ощущение никуда от этого не денется. И вы все равно будете продолжать. Даже если вы будете действовать для себя, вы все равно будете переживать. Вы все равно будете ощущать угрызение совести и прочее. Брат, потому что вы другой человек. И что нужно взять из поведения ваших сестри, так это умение, желание, стрекление защищать свои интересы. Не действовать в себе в ущерб. Не позволять никому пользоваться собой. Не позволять никому как-то ущемлять вас в правах и прочих сферах. Это то, что делаете вы. Потому что сестра с детства вас, допустим, принижала. У вас проблемы с самостоятельностью. И вы стараетесь за счет других людей, за счет того, чтобы им помочь. За счет того, чтобы что-то для них сделать. Вы стараетесь как-то реабилитировать. Но проблема в том, что люди добра не помнят. Или напоминают его очень редко. Или вообще считают, что то, что вы делаете им хорошим, так и должно быть. А никто не будет вам, к сожалению, благодарен просто так, если вы не встретите такой же хорошего человека. А поскольку шанс, что даже если вы такого хорошего человека встретите, он вам раскроется очень мало. То нужно в первую очередь придумать о себе. О своих интересах. И помогать людям только так, чтобы не вредить при этом себе. Если помогли, то смотрите, как человек себя ведет с вами после этого. Если он использовать вас начинает, продолжает это делать, то, соответственно, помогать ему лучше не нужно. Благодарность вы не получите, а вот постоянно использованность вполне будет иметь место быть. А если человек действительно поблагодарен вам и все, то тогда можно ему и еще помочь, если он попросит, но в исключительном случае. То есть помогать человеку нужно тогда, когда это действительно нужно ему. И спросите себя, для чего вы помогаете людям? Вы делаете это для них или делаете это для себя? Вот судя по тому, что вы пишете, вы, скорее всего, делаете это для себя. Через них, через помощь. И вы стремитесь реабилитироваться в своих глазах и, возможно, в глазах сестры. Показать ей, что вы тоже что-то снащили, что вы тоже что-то можете. Это неправильно. И, в первую очередь, необходимо перестать придавать личностный характер, личный характер, персональный характер отношению вашей сестры к вам. Она видит именно так, как вас всех людей. Она всех людей видит как средства. Средства для достижения своих целей. И не вы виноваты, а, скорее, наверное, ваши родители. Но даже они не могли, не могли особо ничего сделать, если таков был характер у вашей сестры. И потому здесь необходимо использовать все-таки свои сильные стороны. Не стремиться постоянно сравнивать себя с сестрой. Она все-таки другой человек. Она живет своей жизнью, а вы своей. И как у нее есть сильные стороны, так у вас есть сильные стороны. Как у нее есть слабые, так у вас слабые. И вот необходимо понимать, чем вы сильные, чем вы достойны. И развивать это. И любить себя за это. И тогда все у вас будет хорошо. Ну и если вы по-прежнему к сестре своей неравнодушны, то можно проработать этот комплекс неполноценностей, который у вас сформировался, более подробно разобрать ваши отношения с ней, чтобы вы все-таки осознали, что лично вашей вины и лично вашей какой-то роли в отношении с сестрой вы не играли. Анардность такая все. Всегда помните это. И просто пожалейте человека за то, что она не способна жить для кого-то. Она способна жить только для себя. Очень ограниченный и зависимый от других людей человек. Как только вы пожалеете ее, вы сразу же станете чувствовать себя принципиально иначе, что не послужит новым началом для вашего поведения. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личную помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Мы благодарны. Пока желаю вам всего доброго и удачи. До свидания.